Пожароопасный период только начался, но с начала года в Карагандинской области уже зарегистрирован один пожар в лесу и 20 случаев возгорания. Представители департамента ЧАЭС провели брифинг, на котором вновь напомнили карагандинцам о технике безопасности не только в лесостепных массивах, но и о правилах поведения на воде. Напомним, что Акимобласть Ирлан Кушанов уделил особое внимание безопасности людей в летний период. С началом летних месяцев работа спасателей переходит в усиленный режим. На борьбу с пожарами на территории области создано 756 добровольных противопожарных формирований. На их вооружении имеется 18 единиц пожарных автомобилей и более 2000 единиц специальной техники, 59 пожарных мотопомп. Мы готовы к борьбе с пожаром, говорят в департаменте ПЧС, но элементарные нормы пожарной безопасности людям нужно соблюдать всегда. Хочется отметить, что все природные пожары начинаются из-за какой-то внешней причины. Источника огня среди деревьев нет. Виновником таких пожаров всегда является человек. Самые типичные случаи возникновения природного пожара. Брошенная горящая спичка, окурок, охотник выстрелил, пыш начал тлеть или загорелся. Механизатор оставил в лесу промасленный обтирочный материал, заправил технику без соблюдения правил техники безопасности, курил рядом с заправляемой машиной и так далее. Предупрежден, значит вооружен. Представители департамента ПЧС с началом купального сезона вновь напоминают о технике безопасности на воде. Несмотря на большую профилактическую работу, каждый год регистрируются факты гибели людей во время купания. К примеру, в прошлом году на водоемах Карагандинской области утонуло 39 человек. Большинство из них – молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. И 82% из них – мужчины. Среди самых острых вопросов остается бдительность родителей, говорят в службе спасателей. За купальный период прошлого года утонуло 10 детей. Также основное, чтобы родители не бросали без присмотра своих детей, потому что там буквально считанные секунды, и ребенка можно не контролировать за это время. Поэтому здесь особенно надо бдительным быть. Лучше подальше отойти от береговой линии, находиться и постоянно нужно держать детей в поле зрения своем. На территории области насчитывается более 400 водоемов и тысячи рек. Но купаться разрешается не везде. Спасатели вновь заявляют, что нельзя нырять в неустановленных для купания местах. Не входить в воду в нетрезвом состоянии. Пользоваться только благоустроенными пляжами, не заплывать далеко от береговых линий, не нырять при холодной воде. Ведь безопасность человека зависит не только от спасателей, но и от бдительности самого человека. Айнур Нурмангалиева, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Крагандинский.